Друзья, здарова, с вами Дед Сережа и это обзорчик камер Sony RX2, достаточно новая камера, совсем недавно она появляется у нас на рынке, на русском рынке ее вообще еще нет, и нигде не купить, и русскоязычных обзоров у нас нет. Первая модель, которая была, конечно, характеристики меня не устраивали, и тут выходит вторая камера, и я думаю, не лучше ли эта камера на сегодняшний момент для блогеров. То есть для блогеров, таких как я, например, и не убийц ли она экшн-камер, как сейчас очень модно снимать на нее обзор и об этом заявлять. Давайте сегодня это проверим и посмотрим. Сегодня будет тест от Дед Сережи, который будет направлен в первую очередь на блогерскую всякую тему. На заднем фоне у меня маленькая птица и огромное количество вещей, она решила разобрать свои сокровища. Так, сейчас посмотрим, что у нас в камере. Ненужная бухгалтерия, адоптерок, проводочек, микро-УСБ, шнурочек. Ну вот, в принципе, и все. Смотрите, какая она маленькая. Она вообще непривычная. Она похожа, конечно, на экшн-камеру, и в первую очередь об этом и думаешь, потому что дома обычно я снимаю вот на такую. Самой популярной влогерской камерой, такой же компактной, является FDR-X3000 или X3000, которая снимает 4К. Они по объемам, в принципе, плюс-минус очень похожие. Также можно кинуть в карман ее. Но в этой камере, получается, будет динамический диапазон побольше. Это когда, если сзади будет светлое что-то засвеченное, и вы будете как силуэт такой черный, то эта камера здесь выигрывает. Также она выиграет у нас из-за того, что в ней не такой широкоугольный объектив, а более нормальный, скажем так, как вот у этой камеры, на которой я сейчас снимаю. Это Sony 6500 с объективом 16 мм. Также эта камера будет более светочувствительная в темноте. Что еще, какой плюс для влогера у этой камеры? Откидной дисплей. То есть вы откидываетесь и видите свое лицо, можете как-то скомпоновать кадр. К ней еще можно подключить микрофон. Только для этого, конечно же, нужно его куда-то присоединить. Потому что вот на моих камерах есть вот такой башмак, куда цепляется у нас микрофон. Если бы здесь он был вот здесь наверху, тогда от этого дисплея тоже смысла бы не было, если бы здесь был направлен микрофон. Но все исправильно. Вот каким-то подобным образом. Это, конечно, очень быстро. Нужно сделать более покручее. Можно закрепить скотч. Так, ну, друзья, на самом деле, конечно же, это у нас какие-то шутейки. И здесь нужен дополнительный крепеж для микрофона. Ну, а сегодня мы устроим еще дополнительный тест и сравним ее с экшн-камерой. И узнаем, убийца ли она экшн-камера вообще. Как многие думают. На самом деле, я уже сразу вам скажу, что совершенно не актуальные сравнения. Сейчас мы нацепим их две. Вот на такую вот приблуду, где-то Сережа самопальная. И еще потестируем звук вот с этого микрофона боя BIM-M1. То есть боя микро какой-то. Маленькая копия рода микро. Начал, помчали на тест. Тест наш начинается. 4К, 24 кадра в секунду. Звук пишется с камерой. Так что мы переключаем, порассказываем. Сегодня воскресенье, Санкт-Петербург. Огромное количество людей. Все будут смотреть на меня, как на идиота. Во-первых, потому что я в шортах. А во-вторых, потому что у меня какая-то необычная приблуда. А вот, сегодня мы тестируем на улице. В прекрасную погоду. Проверочка микрофона. Микрофон у нас боя. За 2000 рублей добавлен для дополнительного звука. Рядом ездят машины. И в принципе, и все, что хотел сказать. Тест номер 3. Микрофон уже находится в экшн-камере Sony 3000. Которая также снимает у нас 4К. Съемка 4К. 100 мегабит в секунду. Ну что, друзья? Давайте подведем плюсы и минусы этой камеры. И расскажем сначала, наверное, о плюсах. Потому что их очень много. Во-первых, конечно же, это компактность. Потом защищенность. Эта камера у нас, по идее, водонепроницаема. И плюс погружение до 10 метров. И еще с 2 метров, если упадет, то типа якобы ей ничего не будет. Одна дюймовая матрица. В этой камере все внутренности взяты из Sony RX100 Mark V. Которая компактная камера. Очень крутая. У нее есть пара минусов. Один из них, это что в нее нет входа для микрофона. Заряжается от пауэрбанка. Либо можно ее питать от пауэрбанка. И в то же время снимать. Это очень, мне кажется, будет большим плюсом. Подключение микрофона. Это, на самом деле, очень большой плюс для блогера. Когда ты подключаешь микрофон и твой звук отличный. Потому что звук, на самом деле, это очень важно. Трассирование звука номер 2. Полевые условия. Везде шум. Люди ходят. Музыка играет. Поют. Шумят. Ветер дует. Короче, все по максимуму, как должно быть. Какие проблемы должны быть со звуком у блогера. Все стабильно. И, наверное, очень важный для блогера фактор. Это откидной дисплей. Дальше идем. Конечно, это съемка в 4К. Получается и ее светочувствительность. То есть, в принципе, в такой чуть-чуть темновастой ночной съемке можно поснимать, можно вытянуть какие-то кадры. Санкт-Петербург 8.48 вечер. Айсо 2000 светочувствительность. 1600 Айсо. Выдержка 80. Диафрагма 4. И заключительный плюс, который я хотел внести, это S-Log. Это уже для таких продвинутых творческих людей, которые понимают, что такое монтаж. Как подкрасить чуть-чуть картинку, вытащить чуть-чуть немного динамического диапазона. И эта камера здесь, у нее огромный плюс. И только ради этого порой ее покупают. Минусы. Оба. Минусы это автофокус. Здесь проблема в том, что фокус, конечно же, он одиночный. То есть, если ты поставил фокус на себя и чуть-чуть вытянул руку дальше, он может уже пропасть. Но у нее есть плюс в том, что ты быстро нажимаешь и быстро выключаешь съемку. И быстро включаешь опять по новой записи, она уже фокусируется. К ней просто, получается, нужно привыкнуть. Но это, я считаю, минусом. И в следующей части, наверное, они ее доработают. Но и минусом, не знаю, можно ли отнести к Sony минусом эта цена. Потому что камера, в отличие, к примеру, от экшн-камер, там GoPro или вот Sony, в полтора раза дороже. Но, конечно, она снимает, мне кажется, в полтора раза лучше. Но, если сравнивать с той камерой, то, конечно, в экшн-камере стабилизация будет получше. Если они доработают эту стабилизацию и они доделают вот этот автофокус, и сделали бы чуть побольше число диафрагмы, точнее, поменьше, и это бы стало, к примеру, 2,8 значений диафрагмы на самом открытом ее участке, было бы отлично, было бы более размытый фон. Но в этой, конечно, камере уже картинка не такая плоская, как вот здесь, и не такая она снятая на домофон какой-то, либо в глазок. Это камера для более творческих людей, которые умеют монтировать, которые разбираются в ее режимах, которые могут ставить такие световые профили. И как дополнительная камера, мне кажется, она была бы отличным вариантом. То есть, куда-то ставить, крепить, что-то подснимать, либо быстро достать, что-то снять. Очень удобная, очень крутая, но не совсем идеальная, чтобы заменить ее мою основную камеру и оставить только вот эту. Блин, ну она крутая, конечно, что тут говорить. Так что, Sony, вы молодцы, но немножечко еще вам надо поработать. Друзья, хотел еще сказать, благодарю за предоставление камеры на обзор. Магазинчик, ссылка на него будет в описании. Там дядя Сережа покупал вот последние свои фотоаппараты и договорился объективы, фотоаппараты. Очень много там всевозможной техники, техники Sony, Sigma. Так что, кому интересно, ссылочка в описании. А дядя Сереже будет бонус. Спасибо друзьям вам за все. Как вы понимаете, друзья, я не техобзорщик, но из-за того, что большое количество камер уже сменил, что-то снимал, что-то плюс-минус. Так у меня более-менее красивый блок получается, дроны и вот эти все темы мне интересны. Я в них немножечко развиваюсь, смотрю, что тестирую, смотрю обзоры, смотрю новинки, тестирую какие-то камеры, выбираю что-то лучшее. Поэтому здесь, мне кажется, у меня есть небольшой опыт. Вот, телефоны вряд ли я буду тестировать и показывать, но, может быть, как они снимают, это возможно. Но обзоров, как от Vilsacoma и Stas, ай, как просто. Не ждите, а дядя Сережа. Вот, пишите в комментариях, как вам этот выпуск, вообще, интересуетесь ли вы камерами и так далее, либо вам просто было, ах, не знаю, интересно посмотреть на мою рожу бухтящую. Всем пока, дядя Сережа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok